Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы начинаем с вами исследование послания, соборное послание апостола Иакова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим первую главу. Итак, соборное послание святого апостола Иакова. Первый стих. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцатиколеном, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Такие первые четыре стиха предлагаются в этом послании. Но прежде чем приступить к рассмотрению этих стихов и их смысла в святоотеческом понимании, несколько слов, конечно же, нужно сказать о своем послании и о авторе. Автором послания, как мы видим, является апостол Иаков. Многие ходят различные споры и предположения, и даже мудрования в западные, в основном теологических западных школах авторства. Кто это? Иаков Заведеев или Иаков Алфеев? Но святоотеческая традиция со многими доказательствами дает утверждение и отдает авторство апостолу Иакову, брату Господню. Тому самому апостолу, который председательствовал на Первом Иерусалимском соборе, самой древней кафедры в истории церкви, где и было, как мы помним, определение. Из книги «Деяния апостолов» собор состоялся, предположительно, 1949-1952 год, и было дано определение о том, как принимать язычников в церковь, не налагать никакого бремени. Это определение содержится в «Деянии апостолов», 15 глава, 28 стихе. И апостол Иаков был первым среди равных, председательствовал, как мы помним, изучая «Деяния апостолов» на этом соборе. Он писал свое послание, как мы видим, из первых текстов, приблизительно в период с 50-го до 60-го года, где-то 65-67, 55-57 год. Пишет, как мы видим, обращается к 12 колен, находящихся в рассеянии, радоваться. 12 колен, находящихся в рассеянии, это такое обращение к полноте новозаветному Израилю. Само послание адресовано иудеям, тем самым иудеям, которые были иудеями, но приняли Господа и Спасителя Иисуса Христа и стали верующими христианами и соединились через Святое Крещение с Церковью Христовой. И, находясь в рассеянии, то есть находясь в разных местах, он им пишет, ободряет их и говорит такое вот слово «радоваться». Сам апостол, святой апостол Иоанн, закончил свою жизнь мученически. Он, согласно истории Иосифа Флавия и Евсевии Касарийского, историка, который пишет об этом событии, при Ироде Агриппе II, это был сын Ирода Агриппа I, внук Ирода Великого, который убил Иоанна Крестителя, правил тогда Палестины в 53-м и 66-м году, был преследователем апостолов, убил апостола Иакова и хотел, как мы помним, с деяния апостолов 12 главы 2 и 11 стихи, убить и апостола Петра. Но Господь не дал ему сотворить такое бесчинство, не дал это сделать, и апостол Петр был позже уже казнен. А вот Иакова, апостолы Иакова, такую хитростью и лукавством иудеи заманили на крышу Иерусалимского храма и сказали ему, ты великий апостол и великий человек, великий проповедник, всякой лестью, пойдем, скажи людям всем открыто. Апостол Иаков не ради лести, а ради проповеди Евангелия поверил им, зашел на крышу храма и они его оттуда столкнули. Когда столкнули, то он еще оставался жив и тогда они налетели, как хищные звери и забили его до смерти камнями. Это произошло в 62-м году по Рождеству Христову. Итак, свое соборное послание апостол Иаков, как он пишет о себе, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Многие апостолы, апостол Павел и апостол Петр называли себя рабами Божьими. Почему так? Потому что сказано, кому вы служите, тому вы и работаете, то есть тому вы и рабы. Представьте себе, кто такой Господь наш Иисус Христос. Это царь. Царь царей. Господь господствующих. Поэтому я думаю, что если так перевести как-то на светское такое понимание, ну, лучше быть, скажем, там, каким-то человеком где-то там в правительстве, там, скажем, чем быть просто человеком, ну, безработным и болтаться по улице. То есть рабом века сего, либо где-то вот все-таки на служении, там, да, честном таком служении государству и народу. Поэтому и так же и здесь. Лучше быть, как говорят, на пороге Божьем, чем в шатрах нечести. Лучше быть рабом Христовым и работать Богу. Свободно причем работать. Бог нас не порабощает. Поэтому, когда мы говорим о том, что я раб Христов, это не значит, что он нас сделал рабами. Это значит, что мы по своему желанию хотим работать ему. И лучше быть на пороге в Доме Божьем, чем в шатрах нечестия, как мы помним. И Моисей, он не захотел иметь временное греховное наслаждение, как пишет об этом апостол Павел. Хотя он был кем? Он был, в общем-то, приемным сыном, как мы помним. Приемным сыном дочери фараона. Но как об нем пишет, о нем пишет апостол Павел, посланник евреям, он не хотел иметь временное греховное наслаждение. И лучше хотел страдать с народом Божьим, нежели жить в этих шатрах нечестия. Так любой христианин, так и апостол, говорит о себе, что он работает Господу, работает свободно, по своей воле. А кому вы работаете, на кого вы работаете, как сказано, где сердце ваше будет, там и вы будете. И далее второй стих, как мы прочитали, с великой радостью, говорит, принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны, во всей полноте без всякого недостатка. Многие, читая этот текст, говорят, как же так? Когда впадаем в различные искушения, должны радоваться. Мы же молимся с вами, молитва Отче наш. Да и не веди нас во искушение, но избави нас от лукао. Если внимательно рассматривать и читать этот текст, то здесь греческое слово «перасмос», «испытание», его можно перевести как не только «искушение», но и как и «испытание». И другое прочтение будет следующим, что «с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания». Потому что через пытание вашей веры Господь производит вас терпение, а через терпение делает вас совершенными без всякого недостатка. Что значит «совершенными»? Господь нас призывает. «Будьте совершенны», — говорит Спаситель Господь Иисус Христос, как Отец ваш Небесный. А в чем же совершенство Бога? В любви. В любви, милосердии, сострадании. Высшее добродетель, которое может быть в христианине, это любить Господа Бога своего и ближнего своего, как самого себя. Вот к чему нас призывает Господь. И молитва, Отче наш, пожалуйста. Если это слово, оно правомочное, его можно перевести и так, и так. То есть парасмос, испытание. Когда молимся, то молитва будет звучать так. «И не веди, проводя нас через испытания, избави нас от лукавого». То есть не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. То есть не веди в искушение, проводя через испытания. Не дай так, чтобы мы в них впали. Но если они нам даются, Богом, эти искушения, то их необходимо, то есть испытание нашей веры, необходимо преодолевать. Как помните, и Авраам, да, он преодолевал те, как сказано, искушал Господь. Отцы церкви, так говорят, Господь никого не искушает злом, потому что он есть абсолютное добро и абсолютная любовь. Но попускает какие-то искушения или испытания для укрепления нашей веры. Вот как по этому поводу пишет святитель Иоанн Златоуст. «Будь готов к искушениям». Цитата. «Скорбь, несокрушимые узы, умножение любви, возбуждение сердечного сокрушения и богобоязненности. Послушай говорящего». И он приводит здесь книгу Иисуса Синаси Рахова, 3 глава, 1 стих. «Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению». Книга Иисуса Синаси Рахова. Как мы уже сказали, это слово можно перевести как «испытание». И прочитаем его снова. «Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к испытанию». И далее продолжает святитель Иоанн Златоуст. «И Христос сказал, Евангелие от Матфея 7,14, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И еще «Тесны врата и узок путь», ведущий Царствие Небесное. «Видишь», продолжает Златоуст, «скорбь везде восхваляется, везде понимается как необходимое для нас. Если во внешних состязаниях без нее никто не получает венца, прежде чем не укрепить себя трудами, осторожностью в пище, соблюдением закона, бодрствованием и тому подобным, то тем более здесь». Конец цитаты. Как мы с вами и читали в книге Деяния апостолов, помните, когда апостол Павел обращается к пресвитерам церкви, когда он собирает их салоникийских пресвитеров, Деяния апостолов, 14 глава, 22 стих, он так там и говорит, «Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие». Действительно, снова и снова повторил, что скорби посылаются лишь для того, чтобы укрепить нас в нашей вере. Итак, Блаженный Августин делает такое замечание, очень короткое, но разъясняющее тоже этот текст. «В сетях искушений мы ведем очень опрасный образ жизни, потому что мы люди, но Господь призывает нас преодолевать эти искушения». Искушения бывают разного рода. Вот, например, преподобный Максим Исповедник, то есть испытания бывают разного рода, и Максим Исповедник пишет по этому поводу, преподобные цитаты. «Искушения бывают двух родов. Один род приятный, а другой болезненный. Один добровольный, а другой невольный. Первый из них есть родитель греха, то есть который приятный и добровольный, родитель греха, а потому мы должны молиться, чтобы не подвергнуться ему. А второй род, наказывая грехолюбие наведением невольных страданий, является карателем греха. «Если кто прилипит такое искушение, если он не будет пригвожден гвоздями порока, то услышит великого Иакова, явственно взывающего. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие». То есть мы видим, что преподобный Максим Исповедник говорит о разном состоянии греха. Если мы впадаем в искушения, не преодолеваем их, то Господь нас врачует болезненно и скорбями. А если преодолеваем, то тогда мы не получаем тех воздаяний за эти грехи. Дальше еще есть у Максима Исповедника очень интересное святого высказывание. Он пишет, «Посему полагаю, что Господь и Бог, научая своих учеников, как следует молиться, говорит, что надлежит молиться об удалении по произволению. Словами «не веди нас в искушение», вот эту молитву Отче наш, как мы с вами рассмотрели, кратко. А вот здесь добавляет преподобный Максим Исповедник. «И не веди нас в искушение», он научает своих учеников молиться о том, чтобы не испытывать гедонистические искушения, то есть не впадать в них. «То есть волевые и добровольные. А великий Иаков, так называемый брат Господень, научает подвязающихся за истину не удаляться от невольных искушений». Конец стат. Видите? То есть говорит, «не бегай». «Получил крест, неси, преодолевай, искушение преодолевай, но не убегай, а преодолевай». Потому как некоторые люди думают, что если я вот сейчас в одном монастыре, что-то у меня тут столько искушений, или в одном храме. Сплошные искушения, любви здесь нету, никто меня не любит, пойду-ка в другой. Это называется такое состояние «перекати поле». Не надо требовать любви от других, нужно требовать жизни христианской от себя. Как говорил преподобный Серафим Саровский, «спасайся сам, и другие увидят, как ты спасаешься, и вокруг тебя спасутся тысячи». Если ты будешь поститься, люди будут видеть, что ты не выпячиваешь дело своего поста, а постишься, и как по слову Спасителя, с радостным лицом, и с благоприятным постом. Если ты молишься, то не делаешь это с какими-то оффами, вздохами, закатывая глаза к небу, что иногда бывает на показ. А молишься спокойно, и ведешь образ жизни спокойно, благочестивый образ жизни. То люди видят, как ты делаешь, и это самая лучшая проповедь, больше, может быть, даже сильнее любого какого-то слова или наставления. То есть спасайся сам, и люди будут видеть, как ты делаешь, преодолевая искушение сам. И люди, видя это, будут подражать и, конечно же, и Спасителю, конечно, и Апостолам. Ну и твой какой-то, может быть, пример будет для них назидательным. Итак, далее говоришь, что терпение же должно иметь совершенное действие. Как я уже сказал наперед, что совершенное действие — это любовь к Богу и к ближнему. То же самое есть и совершенная любовь, которая изгоняет вон страх. Как сказано, совершенная любовь изгоняет страх, то есть страх испытания. Совершенное действие — это терпение. Терпение — это охрана души. Как говорит истина, терпением вашим спасайте души ваши. Как говорит истина, как говорит Спаситель. Это Евангелие от Луки, 21 глава, 19 стих. Терпением вашим спасайте души ваши. Итак, далее. Апостол Аков говорит в 5 стихе. «Если у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреком, и дастся ему». Видите, если не хватает мудрости, как преодолевать искушение, то здесь необходимо употребить усиленную молитву, если хотите. Помолиться Богу от всего сердца. Не просто дежурным обычным правилам, как иногда это у нас происходит, а действительно услышать о том, что мы сами-то просим у Бога, когда читаем утренние и вечерние правила. Поэтому блаженный феофилакт, волгарский архиепископ Охрицкий так и пишет. Иаков, цитата, говорит не о человеческой мудрости, но о духовной, ибо в ней указывает нам причину совершенного действия. А причина это небесная мудрость, укрепляясь которой мы сможем совершить добро в полноте. Конец цитаты. И далее, допросит с верою, 6 стих, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Действительно, когда мы о чем-то просим, не будем сомневаться, что Бог Он всесильный, всемогущий, всезнающий и всеведущий. А если чего-то не получаем, то об этом тоже есть ответ. Апостол, он говорит, не получаете, потому что просите не на доброе. А Бог, Он любящий Бог. И церковь, она любящая мать. Вот любящая мать, она пожелает своему ребенку, если он что-то там капризно просит, например, да, у него там горло болит, а он мороженое ему в магазине подавай. Конечно, любящая мать скажет, нет. А мачеха, ну, запросто скажет, да пусть ест. Побыстрее там и, да, злая мачеха имеется в виду. Потому что бывают разные люди. Если христиане, то это совсем другое. А злая, она скажет, да ешь, чего, и там пусть тебе заболеешь, там, ну, может, избавимся от тебя. Поэтому церковь, как любящая мать, она нас всячески остерегает. Поэтому она и говорит, что не сомневайся, если ты просишь о чем-то. Вот беда достопочтенный пишет по этому поводу. Следующая цитата. «Но допросит с верою, немал не сомневаясь», он комментирует послание апостола, святого апостола Якова, так и пишет. «Но допросит с верою, немал не сомневаясь. И да представит Богу свою добрую жизнь, чтобы показать, что он достоин того, чтобы его прошение было услышано. Ведь если кто помнит, что приступил заповедь Господней, тот совершенно справедливо сомневается в том, что Господь его услышит. Как и написано, притча Соломонда 28.9. «Кто отклонит ухо свое от слушания закона, того молитва мерзость». Видите как? То есть, кто отклонит ухо свое от слушания закона, того молитва мерзость. О чем это говорит? «Если ты просишь не на добро себе, Бог, как любящий тебе, этого и не подаст». Да, седьмой и восьмой стих. «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Так и утверждает эту мысль, которую начал апостол Яков. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Действительно, двоящаяся мысль, что это такое? Ну, шизофрения. Бывает и духовная шизофрения. Человек то так, то так подумает, потом быстро переменяет свои мысли. Об этом, кстати, об этом говорится у отцов церкви. Не помню, у кого сейчас, но выражение это точно помню. Что края, то есть крайности, дело судьбесовское. Когда человек то в одну сторону, то в другую бросает. Разные мнения. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. У пастора Ермы мы находим удивительное по этому поводу столкование. Сказано. Еще говорит пасторе, да. Отринь от себя сомнения и нисколько не колеблись просить чего-либо у Господа, говоря в себе. Каким образом я могу просить у Господа и получить столько, сколько согрешивший перед ним? Не помышляя этого. То есть человек говорит, ну как мне Бог может дать, если я столько грехов у меня? И вот пастор Ерма объясняет, каким образом я могу просить у Господа и получить столько согрешивший перед ним? Не помышляя этого. Но от всего сердца обращайся к Господу и проси без сомнения, и познаешь великую благость его. Потому что он не презрит тебя, но исполнит прошение души твоей. Это такое утешение всем нам согрешающим, когда мы думаем, что нас Бог уже не слышит. Снова и снова привожу этот пример отцы церкви. Они даже говорят, если что-то непонятно, переводи на месличностные отношения, такие вот человеческие. И будет понятно, как Бог любит человека, потому что человек это все-таки образ подобия Божия. Опять, как любящий отец, как любящая мать, сын. Какой бы он там ни пришел или дочь. Бывают люди в подростковом возрасте, и молодые ведут себя неподобающе, и напьются, и где-нибудь там подерутся. Что он придет домой, его выгоняет? Да мать его и обмоет, и накормит, и полечит, и спать уложит. Потому что она его любит, потому что она его дитя. Мы все дети Божьи. Бог нас любит такой же любовью. В какие бы согрешения мы ни впадали, лишь бы только мы, подобно блудному сыну, находили в себе это состояние, как сказано, очнулся, встал и пошел. То есть, очнуться от греха, сказать, нет, все, стоп. Был блудником, остановиться. Был пьяником, пьяницей, остановиться. Был прелюбодеем, сказать, все, все, пора готовиться к вечности. Господи, прости, помилуй. Помоги, укрепи, больше не впадай мне в эти согрешения. А если посылаешь эти искушения, помоги их преодолевать. И, в общем-то, православие, то есть, наша вера православная, она такая, надо сказать, любвеобильная, благодатная и добрая. Она нам дает всегда возможность начать сначала. Начать сначала. Как у одного старца. Помните, Иннок спросил у одного старца, я упал, что мне делать? Вставай. Я снова упал, что делать? Опять вставай. Опять упал в грех. Что делать? Опять. Сколько же, говорит, раз? Сколько, говорит, падаешь, столько и вставай. Итак, первая глава, девятый стих. «Дохвалится брат, униженный высотою своею». Вот это очень важные слова. «Дохвалится брат, униженный высотою своею». Мы часто, делая какие-нибудь добрые дела, мы видим, что другой человек, другой человек за это, скажем, делает доброе дело подчиненный, а начальник получает за это лавры. Да, и нас сразу какое-то такое искушение постигает, что как же так, но это же все делал я, а благодарности все ему. Вот здесь вот надо возблагодарить Бога, сказать слава Богу, что я сейчас в этой жизни не получаю этим благодарностей и унижен высотой своей. Так апостол Павел пишет, «Дохвалится брат, унижением своим». Видите, он говорит, даже этим надо и как бы похвалиться и сказать слава Богу, хотя бы прославить Бог. «Дохвалится брат, унижением высотой». Вот беда достопочтенная опять пишет по этому поводу. Цитата. «Всякий, кто ради Господа со смирением переносит невзгоды, примет в него высочайшие награды его царства». Высочайшие награды его царства. Конец цитаты. Также блаженный Феофилакт пишет, цитата. «Смирение признает апостол раздаятелем всего доброго, и без него ничего не совершается у старательных и усердных». Конец цитаты. Видите? «Без смирения, как бы мы ни старались, как бы ни усердствовали, ничего не получится». Так и говорит. «Смирение признает апостол раздаятелем всего доброго». То есть без смирения, как бы мы ни усердствовали, ничего доброго мы, по сути, не сделаем. Потому что впадем куда? В гордость и в тщеславие. И вот это вот доброе, которое вроде бы творим и так усердствуем. Но ничего из этого не выйдет доброго как такового. Далее, 10 стих. «А богатый унижением своим пусть хвалится, потому что он придет, потому что он придет, как цвет на траве». Действительно, как мы с вами исследовали, когда книгу «Экклезиаста», так там и сказано, что такое человек и что такое богатство его. Оно как взошло солнце, вот как цветок. Вот он сегодня распустился, этот дуванчик, а завтра раз и уже на него дунули, и он разлетелся. И ничего от него, ни красоты не осталось. Так и здесь пишет тот же беднодостопочтенный, дает интереснейшее столкование на послание Якова. Вот его цитата. «Яков говорит это с усмешкой, которая по-гречески именуется иронией, то есть богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве». И далее продолжает. «Пусть богатый помнит, что богатство, которому он хвалится и превозносится над бедным, даже угнетает их, придет, то есть пройдет, как он сам будет унижен в вечности и осужден вместе с тем богачом, что призрел Лазаря». Конец стат. Помните эту притчу Евангелия от Луки о богаче и Лазаре. Между прочим, в этой притче ничего не говорится о богаче, что он делал бы что-то такое плохое или что-то против закона. Но он просто пиршенствовал блистательно. То есть жил беззаботно, презирая бедных, не творяя дела милосердия. Не сказано, что он был беззаконник или какой-нибудь там плохой человек. Нет. Просто он был теплый. Сказано тебе горе, как сказано в Откровении, горе тебе, что ты не холоден и не горяч, а тепл, изблюю, как в церковном славянском сказано, тебя из уст моих. Это состояние теплоты, которое было у богача. Не холодность, не горячесть, а равнодушие. Именно они здесь. Говорит также и апостол Иаков, и бедодостопочтенный. Я помню, это приписывает Иоанну Кронштадтскому. Честно говорю, преподобный, я не читал него, но мне кто-то сказал, да, это Иоанн Кронштадтский. Ну, то, что называется, за что купил, за то пока продаю, но проверить можно. Однажды к преподобному Иоанну Кронштадтскому подошел один человек, а Иоанн Кронштадтский очень праведно так гневался на одного богача, который презирал бедных, был богатый, часто превозносился. И он его так, ну, наставлял достаточно строго. Ну, и однажды он уже так, да, он брал лихоимица, был страшный. Да, и однажды он построил там огромный собор, но, наверное, преподобный Иоанн Кронштадтский не видел в нем вот такого вот истинного покаяния. Но к нему, тем не менее, подошел келейник, его помощник, и сказал, отец Иоанн, отец Иоанн, смотри, вот этот, какой собор построил. Ну, тогда отец Иоанн ответил ему, я не думаю, что поместятся все люди, которых он обобрал в этот собор. То есть, действительно, нельзя откупиться от Бога, если нет истинного покаяния. Итак, высокомерный действительно низвергнется, низвергнется. Не само богатство, как много об этом уже было сказано, оно вредит человеку, а то отношение, как человек распоряжается этим богатством. Но здесь нужно быть очень, конечно, человеком, да, большой молитвой и искусством для того, чтобы, имея богатство, не превозноситься над другим человеком. Мы даже это по себе знаем. Вот нет, у нас не заплатили зарплату, ну, мы как-то ходим так, голова чуть ниже. А когда нам что-то там заплатили зарплату, сразу начинаем бегать. Так говорят, ну, забегал, и голова сразу выше. Вот что-то там в кармане появилось. А представьте себе, если большое богатство у людей, да, это не так просто, да, все это на самом деле искушение богатством перенести. Итак, высокомерный действительно низвергнется. Под богатством апостол подразумевает высокомерную, именуя его униженным, ибо он превознестся и низвергается. Такое вот, бедностопочтенную тоже есть слакование. Следующая, одиннадцатая глава. Восходит солнце, настанет зной. То есть здесь апостол Аков говорит, что как трава завидает, как цвет опадает, исчезает красота вида, как увидает и богатый в пустях своих. Такое предостережение богатым, что не надейтесь на богатство свое. Речь идет именно о том, когда человек надеется на свое богатство. И когда действительно смотришь, люди себе такие дома там выстраивают целые там замки, такое впечатление, что человек собрался жить вечно на земле. Зачем это нужно и кому и самому человеку от этого вреда больше. Дальше блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан, то есть апостол Аков снова в 12 стихе возвращается к этой же теме. Теме искушения. Блажен человек, который перенехал искушение, потому что быв испытан, он получает венец жизни. Действительно, преподобный Анксиан пишет следующее по этому поводу. Цитата. Если мы молимся, чтобы не подверглись искушению, то как можем доказать твердость своей добродетельности, которую требует Писание? Блажен человек, который переносит искушение. Итак, слова молитвы не видя на свое искушение, не то значит, что не попусти нам какое-либо искушение, но не допусти нам быть побежденными в искушениях. Конец статы. Вот снова утверждается эта мысль преподобная Анксианом. 13 стих. В искушении никто не говори, Бог искушает меня, потому что Бог не искушает никого злом и Сам не искушает никого. Это известно, здесь множество можно интересных толкований найти в огласительных поучениях. Например, у свидетеля Кирилла Иерусалимского. Вообще, советую читать его огласительные поучения. Это такая глубина, особенно людям, которые занимаются огласительными поучениями, катехизаторством, готовят людей к крещению. Ну, просто, по-моему, лучшего огласительных поучения, чем Кирилла Иерусалимского. По своей глубине именно его. Я вот, нельзя так выделять, конечно, каждый отец церкви, он по-своему красив, но для меня, если так, по-моему, лучшее самое произведение его огласительных поучений. Итак, дурное искушение, оно всегда от дьявола. Если Бог и его попускает, снова и снова укрепляется эта мысль для лишь нашего укрепления в вере и в любви к Богу и ближнему. Похоть же, 15 стих, зачав, как говорит апостол, похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть, сначала предлог, да, потом, если человек принимает этот предлог, этот предлог переходит в привычку, а потом уже он переходит в порог. Предлог, привычка, порог. Об этом, если хотите почитать, сейчас вот вспомнил, есть у святителя, у святителя Филарета Дроздова. В его катехизисе. Прямо начинается катехизис именно вот с этих понятий. Предлог, да, привычка и порог. Так и пишет апостол Иаков из 70, похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И далее говорит, не обманывайтесь, братья мы возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше. Эти слова мы слышим на Божественной Литургии. И от Отца Светов, у которого нет изменения и нет тени перемены. Здесь апостол Иаков утверждает эту мысль, чтобы мы не думали, что что-то доброе, и не приписывали это любое добро себе. Всякое доброе, что мы сделаем, делаем необходимо за это благодарить Бога. И во второй части этого стиха утверждается тоже еще одна главная мысль. Она следующая. Ибо я Господь, и я не изменяюсь. Бог никогда не изменяет и не изменяется по своей сущности и не изменяется в своих обещаниях. Восхотев родить, он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созидания. То есть, здесь вспоминаются слова преподобного Макария Великого. Он говорит так. Всякий человек имеет предначинание, и его взыскует Бог. Поэтому человек должен сначала понять, поняв возлюбить, и предначать волю. То есть, апостол так и говорит, что Бог, восхотев, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созидания. Жизни вечной, можно так сказать. Итак, 19 стих. «Братья, мы возлюблены, и всякий человек, да будет скоро на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Очень важное такое поучение. Здесь апостол уже переходит к тому, что дает назидание к пути праведности. И дает эти советы, чтобы быть быстрым, наслышанным и медленным языком. У нас часто бывает по-другому. Мы готовы все сказать, послушайте меня, а сами слушать не хотим. Хочу сказать, особенно для тех, кто, опять же, занимается педагогической или воскресными школами. Если мы не умеем слушать, мы никогда не научимся говорить. Это правило золотое, оно известное. Поэтому апостол так и говорит. «Будьте медленны на слова и скоры на слышание». И очень еще важное замечание. «Будьте медленны на гнев». И далее продолжает в 20 стихе. «Ибо гнев человека не творит правды Божьей». Действительно. Когда человек во гневе, он может таких слов наговорить, что о которых потом уже когда остынет, да, немного его разум, возмущенный, то он начинает думать. «Зачем я это сказал? Я же не такой, и я не хотел этого говорить». А попробуй теперь, расскажи и докажи этому человеку, что ты не такой по внутреннему своему расположению к нему. Да. И что те слова, которые ты к нему обратил в гневе, они, в общем-то... А у человека, человек судит по внешнему твоему состоянию, по внешнему твоим словам, а не по внутреннему твоему намерению. И уже потом слова это очень, очень больно ранят людей. Поэтому в гневе, если есть этот гнев, и мы чувствуем, что что-то закипело внутри, лучше остановиться. Остановиться, помолчать и молитву по себе прочитать, любую какую. «Хоть помилуй меня, Боже, повелиться, милости Твою, хоть тетя Чинаш, Богородица Дева, Господи, помилуй, пожалуйста». Но только остановить этот гнев. Остановить его, а потом уже и что-то сказать. Также далее пишет. «Посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Апостол здесь утверждает эту мысль, что невозможно без смирения и без кротости воспринять чистое, неповрежденное Евангелие. Как и Господь нас наставляет и говорит, что «Исследуйте Писания, вы через них думаете иметь жизнь вечную, но без смирения невозможно воспринять чистое евангельское благовестие». Будьте же исполнительными словами, а не только слушателями, обманывающих самих себя. Действительно, мало слышать, да, нужно еще и действовать. Мало знать, в каком направлении, например, человек собирается положить свой маршрут, куда-то там ехать. Нужно еще на него встать, на этот маршрут, и еще и пойти. Мало знать, что, например, там-то находится этот храм. Нужно еще утром проснуться и пойти в этот храм. А если мы только знаем, что он там, от этого знания нет никакой пользы. Итак, он посмотрел, да, «Ибо кто слушает слова и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривший природные черта лица своего в зеркале. Действительно посмотрел, отошел и тотчас забыл, кто он таков. Но кто вникает в закон, совершенный закон свободы, и требует, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, снова обращается к этой теме, но тот обольщает самого себя, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Снова и снова апостол Иаков говорит о том, что вера без дел мертва. Если мы на себя нагнали, это на какое-то напускное благочестие, которое недалеко, может быть, и превосходит благочестие мытареев и фарисеев, то от такого благочестия, самовозвышения себя над другими, нет никакого проку. Поэтому и завершается эта глава 27 стихом, где апостол Иаков призывает к делу милосердия и в первую очередь говорит о сиротах и вдовах. О той категории, если так хотите, людей, которая больше всего нуждается во внимании и в помощи. Потому что кому нужен чужой ребенок? Да никому, конечно, кроме своих родителей. Разве только благочестивому христианину. Кому нужна женщина, вдова, которая осталась с кучей детей многодетной? Да никому. Но для христианского благочестия, в этом и именно выражается христианское благочестие, и для сердца православного христианина, апостол Иаков призывает, что именно здесь человек может обрести путь спасения, если будет к ним милостив, как он здесь и говорит. Чистое и непорочное благочестие перед Богом. Вот в чем оно. Не в том, чтобы напустить на себя вид постящегося и молящегося, да. А в чем? Перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать, то есть видеть, обратить взор на них, внимание свое на сирот и вдох. Вдох. И не только обратить внимание, но в их скорбях хранить себя неоскверненным от мира. Вот такие вот советы дает апостол Иаков. Конечно же, вы видите, что разбирают здесь каждый стих, это целая тема, это целая проповедь. И насколько возможно, в нашем формате мы рассмотрели эти 27 стихов и думаю, что они нам все на пользу к нашему наседанию и истинному благочестию христианскому, а не книжному и фарисейскому.